С 5 по 7 января Дворец творчества детей и молодежи превратился в полигон для гонок, авиа, авто и судомоделей, а также возродившегося картинга, поскольку в эти дни прошли зимние республиканские соревнования в рамках слета юных техников. Школьники из ведущих городов республики Воркуты, Сыктывкара, Ухты и Визинги представили вниманию зрителей и друг друга свои радиоуправляемые модели. Сначала мы проводили это в нашем городе как открытый фестиваль Заполярье, он назывался тогда еще 2015, а сейчас уже это внесено в программу Министерства образования и мы проводим это уже как республиканские зимние соревнования. Это уже третий год, у нас всегда приезжает 4 города, Воркута, Сыктывкар, Визинга, Ухта, это самые активные участники, они на протяжении уже трех лет у нас всегда в гостях. Судомоделирование, тонкий и романтичный вид технического творчества открывает новые грани таланта школьников. Конечно, не все ребята свяжут свою судьбу с бескрайними медалями морей и океанов, однако детская мечта о дальних странах навсегда останется в их сердцах. Я представитель города Ухты, судомодельный клуб РИК, станция, вернее сейчас уже центр юных техников. Занимаюсь судомодельным спортом уже более 40 лет. У нас достижения какие? Третий год подряд судомодельная часть проходит в Воркуте, вот у нас три года подряд первое место. 21 век, век тотальной компьютеризации и программирования, поработил современных детей своей статичностью, отсутствием физической динамики. Поэтому техническое творчество – путь к целостному и гармоничному развитию личности. И картинг – самый яркий тому пример. Стало доброй, хорошей традицией проводить республиканские соревнования по техническому творчеству в Заполярье здесь, в Воркуте, в этом замечательном, уютном, гостеприимном дворце творчества детей и учащихся молодежи города Воркуты. В этом году на соревнования приехало 57 увлеченных мальчишек техническим творчеством из пяти районов Республики Коми. И с прошлого года у нас зародилась еще одна классная традиция – это проведение в рамках этих соревнований республиканских соревнований по карте. И все это благодаря помощи и поддержке ДОСААФ России в городе Воркуте и лично Евгению Владимировичу Назимову. И мы этому очень рады. В период зимних новогодних каникул полноценный активный отдых, который дает слет юных техников – отличный стимул, чтобы набраться сил эмоциональных и физических для самой длинной третьей школьной четверти. ДОСААФ России Вячеслав Ирин, Иван Волошин, ТВ ГАЛО Воркута